Здравствуйте, уважаемые студенты! Начинаем нашу лекцию по дисциплине международных стандартов финансовой отчетности. Старшим преподавателем магистром кафедры экономико-учет и аудитории Кацановой Курвирой Доскалевной. На занятии организации уполномочены разрабатывать национальные, региональные и международные стандарты финансово-бухгалтерского учета и отчетности. Сам лекция состоит из следующих вопросов. Организационные структуры по разработке международных и национальных стандартов финансовой отчетности, американские стандарты и стандарты Великобритании. Заработка национальных стандартов в каждой отдельной, взятой стране, осуществляется по-разному. На процессе стандартизации большое влияние оказывают концепты организации бухгалтерского учета, исторически сложившиеся традиции и опыт. Органами стандартизации могут выступать бухгалтерские и аудиторские профессиональные организации, государственные органы, комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, банки, налоговые органы, научные учреждения. По оценке специалистов в мировой практике ведущая роль стандартизации учета принадлежит профессиональным бухгалтерским организациям – 32%. Активность законодательных органов оценивается в 6-18%. Комиссии по ценным бумагам – 14%, центральных банков – 13%, налоговых органов – 9%. Просмотрим более подробно американские стандарты и стандарты в Великобритании как характерный пример сочетания профессиональных и национальных учебных стандартов. Американские стандарты. В США в качестве национальных стандартов выступают общепринятые принципы учета. Generally Accepted Accounting Principles, сокращенно GIAP. Данные стандарты касаются вопросов оценки и знаний о раскрытии и представлении информации о финансовом учете и отчетности и могут быть разделены на обязательные и предпочтительные. ГИАП определяет условия, правила и процедуры существующей учебной учетной практики, представляет пакет документов, которые разрабатывались по президентному принципу «Возникающая проблема – приемлемое решение». К процессу разработки правил и подходов к учету в США имеют отношения следующие организации Американский институт декламированных общественных бухгалтеров, Комитет по стандартам финансового учета, Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комитет по стандартам учета для государственных органов, Налоговая служба и Американская бухгалтерская ассоциация. Американский институт депломированных общественных бухгалтеров – это национальная профессиональная организация бухгалтеров, степень дипломированного общественного бухгалтера – ФБЭИ. Оно является аналогом российской квалификации аудитора, которая сыграла решающую роль в разработке американских стандартов. В США процесс разработки стандартов учета начался в конце 30-х годов XX века, когда АИСПА создал специальный орган для разработки общепринятных учетных принципов – Комитет по бухгалтерским процедурам. Основной задачей этого комитета являлось уменьшение количества различных трактовок и несоответствия бухгалтерской практики. Считалось, что в кризис 30-х годов США обусловлен в частности отсутствием единообразных и строгих правил учета и составления отчетности. Комитет по стандартам финансового отчета – основная организация, которая занимается разработкой стандартов в США. Он имеет статус независимой профессиональной организации и выпускает различные документы, которые регулируют введение учета и составление финансовой отчетности. Полномочия ФСБ как разработчика стандартов присутствуются решениям комиссии по ценным бумагам и биржам и правилам этики. ФСБ является основной частью структуры, в которой также входит фонд финансового учета, основными задачами которого является назначение членов ФСБ и ФСС, поиск финансовых ресурсов и общее наблюдение за деятельностью этой организации и консультативный совет по стандартам учета, который занимается консультационными и организационными вопросами. В 1984 году была создана рабочая группа по возникающим проблемам, основной задачей которой являлось определение новых проблем в применении действующих стандартов, которые должны быть решены комитетом. ФСБ разрабатывает следующие документы. Это положение о концептах финансового учета, которое представляет собой концептуальной основой, являющейся базой для стандартов или принципов учета. Положение о стандартах финансового учета, собственно стандарт учета, в настоящее время действует примерно в 140 стандартов. Интерпретации, которые являются модификациями или дополнениями существующих стандартов, в настоящее время действует около 30 интерпретаций. Технические бюллетени, руководство к использованию стандартов, решение отдельных учетных проблем, в настоящее время действует более 30 технических бюллетеней. Положение по учету новых ситуаций касается вопросов учета новых и необычных бухгалтерских операций. Таким образом, финансовый учет в США регулируется большим количеством документов неодинаковой значимости и имеет иерархию. Чем выше уровень, тем более обязательными являются документы. Стандарты Великобритании Великобритании, в отличие от США, учет регулируется рядом документов, имеющих статус законов или разрабатываемых профессиональными организациями. Иногда их также называют ДИАП, однако расшифровывают как общепринятая практика учета. Отметим документы, которые регулируют учетную практику в Великобритании. Это законы о компаниях, стандарты, положение о стандартной практике учета, положение о рекомендованной практике, стандарты финансовой отчетности, требования биржи, ценных бумаг, рекомендации учетных организаций. Это такие организации, как Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэллса, Институт дипломированных бухгалтеров Шотландии, Институт дипломированных бухгалтеров Ирландии, Упромоченного института бухгалтеров по управленческому учету и Европейские директивы и международные стандарты. Это последнее. Институт дипломированных бухгалтеров по управленческому учету и Европейские директивы и международные стандарты. Институт дипломированных бухгалтеров по управленческому учетам и Европейские директивы и международные стандарты. относительно близких с точки зрения подходов к учету, становится очевидным, что учетная практика и способы регулирования учета в странах существенно различаются. Спасибо за внимание. На этом наша лекция закончена. До свидания. До свидания.